Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал! Уже достаточно скоро мы отметим с вами годовщину Genshin Impact 28 сентября, уже буквально через месяц. Что же у нас такого изменилось кардинального за этот год игры? Игра постепенно нарастает у нас с дополнениями, например, последнее дополнение, которое еще у нас до конца не вышло, это у нас Inadzuma, великолепнейшее дополнение. Если мы возьмем визуализацию этого дополнения, то там наглядно видно качество графики. Согласитесь, что если мы возьмем Манштадт, если мы возьмем Люе, то Inadzuma намного красивее. То есть графический уровень в игре постоянно растет, плюс у нас расширяется количество контента в плане территории. Впереди нас ждет несколько островов, соответственно, секретки, загадки, это все достаточно классно. Также у нас с вами не так давно вышло дополнение с горой, которое тоже нам привнесло интересную механику, когда у вас персонаж замерзал. И вам надо было постоянно поддерживать температуру, чтобы мы просто не замерзли. Но стоит отметить тот фактор, что не всем игрокам пришлась по душе данная механика. И территория у нас с вами горы стала такой территорией изгоев, куда обычно практически никто не ходит. Если там выполнить какие-то ежедневки, либо немного пособирать мясо, либо артефактов. Ну и конечно же стоит упомянуть и временные острова, которые у нас были перед Inadzuma. И скорее всего они у нас повторятся где-то в районе через год, в начале лета. И эти острова также нам привнесли достаточно интересный контент со своими секретками. То есть в плане расширения локации у нас это постоянно все растет. И в дальнейшем у нас планируется и Разлом, и Сумеру, и Фонтейн, и Натлан. Ну и конечно же какие-нибудь мелкие дополнения. И другие территории, такие как Снежная. В плане персонажей тоже в полный порядок. У нас постоянно выходят новые персонажи. В новом дополнении 2.1, который у нас выходит с вами 1 сентября, мы с вами получим Баал, Кокоми и Сару. Три новых персонажа. Два пятизвездочных, один четырехзвездочный. Еще стоит отметить линейка оружия, которая расширилась. Количество артефактов, количество данжей, в которых получаются эти артефакты. Обитель та же самая. Хотя в плане обители это очень спорный момент. Мне, например, эта локация не очень-то понравилась, потому что фактически я там забираю себе дополнительную смолу, немного моры и книжки. Все. В другом случае для меня эта локация немного, ну, не нужна. Что касается огорода, конечно, это интересно, но в целом я его делаю только для достижения. Фуф, вроде все сказал, что меняется. А, да, забыл по поводу событий. События у нас тоже меняются, но если мы возьмем, например, и на Дзуму, то большинство этих событий сделаны под копирку предыдущих событий. И, откровенно говоря, некоторые из них мне не понравились. Возьмем, например, ситуацию с Механикусом. Мне кажется, февральский Механикус более интересен, чем этот. Первое, что стоит отметить, это, конечно же, данжи. Да, их количество расширяется, но при этом, как это была одна однообразная комнатка, так ей и осталось. Фактически мы делаем одно и то же действие по всех данжах подряд, при условии того, что выбиваем разный вид шмота. Вроде бы противники меняются, а вроде бы остается все на месте. Что, на мой взгляд, можно тут сделать? Первое, можно сделать противников рандомными. То есть каждый раз ты заходишь, а какой-то рандомный противник, там, допустим, пул персонажей. Второе, можно, например, разнообразить эти данжи, как у нас есть вот эти одноразовые, да, за которые мы получили награду и забыли. Ну и третье, на мой взгляд, самое важное, что у нас должен быть, на мой взгляд, выбор артефактов. То есть, допустим, в понедельник у нас выпадает идущий по лаве, а во вторник у нас с вами выпадает именно ведьма. Тем самым, хотя бы тут немного сократить рандом. Второе, это, конечно же, хайд-контент у нас, это бездна. Она многим игрокам вообще неинтересна, они даже не ходят туда, потому что не видят смысла. Награда не стоит усилий, чтобы раскачивать свои пачки и так далее и тому подобное. Ее надо либо закрывать и оставлять такой, как есть, и делать, например, бездну 2.0, либо увеличивать количество комнат, которые идут в углу, и тем самым расширять награды. Да, конечно, разработчики у нас меняют патч от патча эту бездну, но, к сожалению, суть бездны сама не меняется. Она остается на уровне годовалой давности. Кто-то из вас точно скажет о том, что, ну как же, у нас вводятся еще боссы, мировые боссы. Это да, что касается боссов, наверное, тут нечего сказать, они действительно расширяются, и в целом, наверное, не должны быть такими сложными. Но, на мой взгляд, если мы возьмем мировых боссов, они должны быть примерно как Аджаха, или Аджаха, называйте как хотите. Дело в том, что, ну не должен умирать дракон за 5 секунд. Сюда же можно отнести и Тарталью, и Волка. Они же мировые боссы, они должны именно сопротивляться. С ними должно быть сложно. Ну и главная вещь, которая не меняется в игре на протяжении года, это, конечно же, смола. Максимальное количество игроков, она просто бесит, потому что люди не могут заняться ни выбиванием артефактов, им надо что-то выбрать. Либо он идет за артефактами, либо он идет по артериям, либо он идет там тратить на каких-нибудь боссов. А если вы забыли, у нас в патче 2.1 с вами выходит новый мировой босс, Синьора, который тоже будет требовать смолу. Если мы возьмем даже скидки, которые сейчас есть, получается интересная штука. 30-30-30, у нас получается 90 смолы на 3 боссов, плюс 60 смолы на 4 босса, плюс 60 смолы на 5 босса. То есть 120 и плюс 90. Не вяжется логика. Либо разработчикам пора понижать эту смолу, либо расширять текущее количество смолы. Ее катастрофически не хватает. И при том, ни на что абсолютно. Даже если тратить премогемы на эту смолу, ее также не хватает. Что же говорить о людях, которые не тратят премогемы на смолу? Также стоит отметить по поводу ежедневок. На мой взгляд, это тоже достаточно странная вещь. Ежедневки проходятся в течение нескольких минут. Ну и награду можно повысить, но и сложность этих ежедневок, чтобы не было в игре 15 минут и закрыл игру. Просто если смотреть на все плюсы, которые я ранее перечислил, и которые расширяют количество игрового вроде бы времени, но по факту эта смола просто его убивает. И тем самым вроде у нас расширилась локация, вроде появился новый контент. Да, конечно, ты можешь побегать по этой всей карте, пособирать всевозможные ресурсы, но когда у тебя этих ресурсов достаточное количество, тебе это уже на второй, на третий день надоедает. И опять возвращаемся мы к тому, что 15 минут в день и закрыл игру. Вот такая вот у нас ситуация. Пишите ниже, что вы об этом думаете, пообщаемся в комментариях, согласны вы со мной, не согласны. Можно и поспорить, почему нет, в споре рождается истина. На этом у меня все, спасибо, что смотрели. Всех благ вам, пока-пока.